Улус Зангин Но незыблемым законом социума и природы является то, что будущее строят дети, дети своих родителей и дети своей земли. Улус Зангин Я всех собрал, мы решили там сами обустроить весь субурган, обелиск. Это говорит человек, который отдал всю свою жизнь и силы служению родине. Он носил форму, и сердцем он воин. Он довольно суров, но когда он говорит о своей малой родине, Улус Зангин, что затерялась в бескрайней Тугнуйской степи, в его голосе невольно проскальзывают едва заметные нежные нотки. В свое время Улус Зангин был добротным и процветающим селом. Сегодня здесь проживает всего 14 семей. Птенцы разлетелись по всей Бурятии. Но, как принято у Бурят, каждый год Зангинцы приезжают в родное село, к родовым местам для того, чтобы помолиться духам и божествам местности. Эта гора называется Ундер. Эгрегором вершины является крайне гневное божество, характер которого сформировался еще в те времена, когда эти обширные степи населяли очень воинственные племена. Тугнуйскую степь населяли племена меркитов, которых сам Чингисхан победил с большим трудом. И после них, и до них эти земли всегда были неспокойны. И поэтому гора Ундер, с которой просматриваются все окрестности во все стороны, всегда имела военно-стратегическое значение. Поэтому горе Ундер поклоняются не только зангинцы. К ней приходят помолиться о защите жителей всех окрестных улусов. Сегодня Тугнуйская долина – это родина представителей самых разных народностей. Рагиф Рзаев очень интересно рассказывает о своем видении поклонения высшим силам. То, что он говорит, это истинная мудрость земли Байкала, присущая ей от начала веков. Все равно Бог один. Когда я молюсь, все равно свою внутренность, я по-своему все равно молюсь, несмотря на то, что я азербайджанец. Все равно Бог один. У меня супруга молится, все равно по-своему молится. Я по-своему молюсь. Все равно, я так думаю, надо, несмотря на то, где живешь, на Бурятской земле надо уважать. У нас в степи Мухушибири, но в Тугнуйской степи всегда разные национальности жили, и всегда очень как-то взаимопонимание хорошее было. И с покон веков у нас было какое-то взаимопонимание, взаимовыручка. И у нас, если мы, допустим, называли слово, если у русских Бурят, Тала, если Тала сказали, это выше родственников, выше такие у нас хорошие связи были, УЗы. Глава района Владимир Николаевич Молчанов поздравил зонгинцев с открытием Субургана и памятного обелиска, посвященного ветеранам войны и работникам тыла. Именно с этого шага решил начать возрождение родного села зонгинец Дондок Чемитович Добожолсанов. У нас 84 человека фронтовиков. У меня дед уходил отсюда в 1939 году Холкингол, потом в 1941 году на Великую Отечественную войну. Павшим 24 человека было, но уже общей сложности 84. Но мы решили возле Субургана, это Субурган, все мы через Субурган уходили. И с таким планом мы сейчас, вот никто не забыт, ничто не забыто. А наверху все равно, все-таки мы же Буряты и Алмане в Подмыху. Каждый год мы собираемся, как будто они сверху все на нас смотрят, на поток своих, что мы за них молимся и смотрим. Дондок Чемитович уверен, что память это самое действенное средство для того, чтобы человек обретал силы для будущего. И как настоящий воин уверен, что он и его поколение обязаны оставить своим детям мир. Иначе какой смысл во всем, если завтрашний день может быть сметен глупостью, жадностью и неумением понимать соседа? У нас районы очень дружные. Мы с нашими друзьями, товарищами, семейскими, мы живем очень дружно. Сейчас вот Ананин сегодня не присутствовал, Ананин Николай Трофимович, который восстановил полностью, ну и Носков с правительством Петр Лукич. Он выходец, глава администрации, президента, не президента, главы республики. Выходец он из Шаралдая. Они восстановили всю усадьбу Исаия Калашникова. И возле усадьбы Исаия Калашникова построили они церковь. Проводили марафон, и мы тоже ездили. Мы тоже зандинцы хоть сколько, но мы все равно какую-то лепту занесли. В материальном смысле тоже, деньгами тоже помогли на постройку Датсана. И все равно, если там добро делаешь, мы решили когда-то суборган построить. И они тоже с таким уже ответом. И весь зандин участвовал деньгами, хоть кто сколько мог в этом строительстве. В ответ, когда у нас здесь в зандине что-то происходит, то оттуда вот люди, соседи наши тоже нам помогают. Мухаршибирские батры и богатыри сошлись на зеленой траве, родной для всех земли, в бурятской борьбе Бухебарилдан. А как иначе? Дандок Чемитович ученик Ильи Гармаевича Санжиева. Олицетворение силы и красоты бурятской борьбы. Но не зря именно Илья Гармаевич стал ГСР на первой ГСРиаде. У Дандока Чемитовича есть очень ясные планы, как дать сильнейшую встряску родной степи. Он с единомышленниками намерен организовать гранд скачки, посвятив его своему учителю и тренеру, ибо просторы Родины позволяют это. 24-й мы уже число обозначили, 24-й. Всем миром мы сейчас будем помогать, и мы сейчас хотим вообще души привести к омной скачке. Улу Зангин имеет еще одну чрезвычайно интересную историю. Именно здесь, именно в этом месте, где стоит этот огромный Сергей Субурган, был в старину построен первый датсан хори бурятского племени. А второй недалеко отсюда, около Хабсагай. И вот два датсана действовали в течение 30 лет. Потом каким-то причинам был пожар, они были сожжены. Тогда эти два датсана объединили, и датсан перенесли на юг, на Сулхару. Но хори буряты, решив, что негоже датсану находиться на самой западной оконечности Тугануйской долины, решили перенести датсан на восток. Но возле села Галтай ось основной телеги сломалась, и это было воспринято как знак. Там и построили. Но зангинцы помнят, что первый датсан был именно здесь, и решено построить новый датсан. Организационные работы ведутся. Будет большой марафон по сбору средств. Это уже зимой, наверное, будем проводить уже на постройках датсана, на построении там. И все-таки хори бурят, первый датсан у нас в нашей деревне. Планы по возрождению родного улуса, постройки датсана Дандок Чемитович не считает личной идеей. Он считает это пожеланием всех зангинцев, явным и скрытым. Из-за этого как-то даже удивляется, что некоторые, даже зная, что имена их дедов увековечиваются на памятном и близке, вообще не приняли никакого участия в работах. Но радуется, что все больше и больше сверстников решили строить новые дома или возрождать отцовские усадьбы. Будет ведь новая жизнь? Будет. А как иначе? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok